Первое послание к Коринфянам, глава 15 Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но Я более всех их потрудился, не Я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою Ваши, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду Вашему скажу, некоторые из Вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний, Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли — перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, А мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, И смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленье, И смертное сие облечется в бессмертие, Тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть — где твое жало? Ад — где твоя победа? Жало же смерти — грех, А сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, Будьте тверды, непоколебимы, Всегда преуспевайте в деле Господнем, Зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова